друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня меня зовут юля спасибо вам за то что вы смотрите канал и не пропускаете рекламу знаете с чего я вот вы никогда в жизни не угадайте с чего я начну свой видеоролик сначала наверное надо рассказать значит все знают что юля занимается колбасой и всякими штуками для колбасы вот оболочка вот это полиамидная для ветчины 80 диаметра я ее взяла под продажу на вайнберисе и уже практически половину от нее отмотала запаковала вот такие вот наборчики трехметровый 5 метровый 10 метровый и 50 метровые я пока сделала только трехметровые 150 набор за этот день за вчерашний день сделала но есть одна очень неудобная вещь чтобы отмотать оболочку ну либо вот так ты это делаешь но в этом случае она тогда вот так вот скручивается в процессе и ты постоянно ее разматываешь либо есть второй вариант можно еще просто вот так руками брать раскруток крутить ее и отматывать но хочу признаться честно вчера вот целый день я отматывал у меня правая рука уже болит она капец какая тяжелая капец как и даже крутить ее на столе тяжело ну и помимо всего прочего еще и стол обдирается вот видите тут пилинг и пятнышко это вот оболочка обдирает от пленки на столе рисунок ну и собственно говоря это же не единственная оболочка которую я постоянно отматываю нарезаю и собираю после я каждый день вот что-то делаю эту коллагеновая приходит в таких же огромных бобинах тяжеленных и неудобно ее ну вот 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 так отматывать неудобно нас перекручивается закручивается а тянуть реально вот толкаешь бобину правая рука у меня уже вот отсюда вот до сюда болит то есть вот так толчок идет прям реально но когда много делаешь уже все и буквально пару дней назад ночью представляете ночью мне приснилось как решить этот вопрос я все думала может быть мне взять например какую-то палку черенок от лопаты да эту бобину на палку в проход вот так в распорку пусть она на палке крутится думала как бы мне общем все это сделать думал давно думаю над этим вопросом как бы мне упростить так сказать сию ситуацию и мне буквально позавчера ночью приснилось как это сделать тогда по щелчку в 3 15 я купила себе диск этот диск для фитнеса и значит хочу сказать тут я еще железно себе заказала заказала на ваннберисе вот с утра съездил забрала они бывают пластиковые и вот металлические я взяла металлические ну под расчет что может я еще им попользуюсь не только бобины на нем покатаются может я еще покручу талию так сказать денег у себя там накручу или найду такой диск был у моей мамы я очень хорошо это помню я была маленькая такой диск у мамы был может у нее до сих пор есть я не знаю но в советские времена он был тяжеленный как не знаю но мне кажется килограммы полтора два весил был больше и намного толще я очень хорошо помню как ребенком я целиком на него садилась попой ноги под себя поджимала а пол раскручивалась его так крутилась я это очень хорошо помню а сейчас он еще и шваркает весь у мамы не шварку короче совок рулит в совки такие диски были прям ну прям такие голдовые можно было убить кого-нибудь этим диском а этот весит даже полки во наверное не весит я не знаю мне кажется здесь интересно вообще мой то выдержит в общем-то на человека же рассчитал ну-ка попробуем вообще-то теоретически ты на него вот так ногами встаешь 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 и крутишься в попытке нормально в описании к диску написано что он рассчитан на сто двадцать килограмм по моему очень много я просмотрела их бывают пластиковые бывают с такими репристыми поверхностями с каким-то специальными магнитами с массажными пупырками для стопки типа крутишься и еще ноги себе массажируешь очень на фига всего бывает но практически все жалуются на то что они пластмассовые плохо но мне они не рассчитаны на вес взрослого человека они вроде бы как на детей ну либо на худенького человека да ну я вообще диск-то себе покупала с другой целью но подразумеваю что вдруг мне захочется еще покрутиться постояться поэтому хотелось бы ну что-то попрощнее выбрала железный в цене они кстати не намного различаются выбрала железный такой обычный но он работает вес мой держит крутится шумит шумит мама не шумел ну шумел но не так надо смазать наверное и я по-моему придираюсь потому что собственно говоря он еще нужен для бобины но бобину то он точно раскрутит ну-ка мы попробуем оба ладно чем придумаем но если перевернуть диск вот эта вторая страна которая темная она более шершавая она на нем держится намного лучше вот такой простое такое решение она на самом деле мне значительно упростит работу и время моё сократить ажа крутить эту бобину это не очень приятное занятие много времени занимает ну и собственно говоря можно теперь помечтать да что сначала ты бобину к на этом диске крутишь а потом когда ты стоишь собираешься это ножками встал и такой раз-раз раз-раз а вот глядишь и похудеешь я конечно чтобы похудеть надо не на диске крутиться шоколадки перестать есть но это не про меня угадайте кому больше всех это приобретение понравится так теперь я обещала как-то показать я мотаю вот я намотала видите в коробку оболочки сколько надо по метражу теперь я обещал зрителям показать как я с помощью шуруповерта это сматываю с рулончики в принципе ничего сложного нет на одну сторону на вот такую этикеточку маленькую наклеиваю она потом легко отклеивается ну то есть когда человек будет пользоваться так и возьмет и отклеит она останется внутри беру шуруповерт с длинным сверлом и другую сторону ну давай так вот и подцепляю поправлять немножко в конце в другую сторону шуруповерт включаю вытаскиваю все получается такая бобиночка ее можно поправить пока она рыхлая и маленечко руками подкинуть автоматизируем процесс ну все товарищи вечером уже мыться пойдем собственно говоря вот весь день сидела и собирала оболочки день закончился новенькое вам показала больше интересно сегодня ничего не происходил поэтому будем прощаться внизу в описании к этому видео ролику полезные и интересные ссылки заказ в магазин в контакте вкусно ем- там можно заказать這是 оболочки и все прочее все что я вам тут показываю а также все можно заказать на вас хtherin а как найти нас на防 beruss это же есть внизу в описании как сделать заказ в магазине вкусно ем вот в этом ролике вы диспо ниже что-нибудь а водить пониже ссылка как найти нас на вальеры сент вот нажмите пальчиком подписчик на наш канал вы здесь пониже наш второй канал про колбасу копчености и всякие прочие другие рецепты Это все, друзья мои. Всем желаю интересных идей, классных покупок. Все, ребятки, всем пока.